Приветствую вас. Давайте мы с вами разберем ваш вопрос. Значит, основных проблем у вас несколько. Одна проблема является как бы следствием предыдущей. Но, тем не менее, на данный момент существует несколько проблем. Первая проблема – это физиологическая проблема. Вторая проблема – это проблема, связанная с вашим партнером. С точки зрения психологии, первичная проблематика с кожей – это проблематика психосоматическая. То есть, как я думаю, вот прочитав ваш текст, что вы отталкиваете от себя людей и себя от людей. Потому что внутренне себя обесцениваете, внутренне себя как-то бичуете. И, может быть, считаете, что недостойны вы того, чтобы быть в социальной группе, чтобы общаться, чтобы иметь какие-то социальные связи. И вообще, вы считаете себя, ну, вот, минусной, да, и так далее. Вот. Это в вашей парадигме стало возможно по причине тех идей, которые вы продвигаете. Идеи связаны с тем, что во главу угла ставится, ну, привлекательность, красота. Причем внешняя привлекательность и внешняя красота. И есть установка, что если я не буду красивой, если я не буду привлекательной, то меня бросят. Вот. Подобное не может быть без обесценивания. Этого же самого обесценивания. То есть, если я ставлю во главу угла красоту, если я ставлю во главу угла красоту, то это значит, что я сомневаюсь в том, что я красивая. Если я думаю, что вот я буду привлекательной, я буду красивой, меня не бросят, значит, я допускаю мысль, что меня могут бросить. Ну, и самое главное, конечно, то, что отношения при таком подходе выстраиваются крайне поверхностно и крайне материалистично. Да? То есть, вот вы сами относитесь к себе как к товару, который нужно продать. Это вот очень, ну, по моим, конечно, ощущениям, но очень сильно чувствуется. Вот. Я не претендую на истину ни в коем случае, но вот по моим ощущениям так, так, вот это так. И, собственно, вот ваша проблема с кожей, это реакция на, скорее всего, вот на данный момент. Да? То есть, это нервное переживание, это постоянное внутреннее напряжение, внутренний конфликт, который проявляется вот в собственном, в собственном коже. То есть, это психосоматика. И лечение вам, конечно же, не поможет, потому что лечите вы симптомы, но ни причины, ни причины. Другой вопрос. Хотите ли вы, согласны ли вы, готовы ли вы заниматься причинами? Потому что, когда вы окажетесь немножко в другой парадигме, мягко говоря, непривычной для вас и не исключено, что вы просто-напросто боитесь. То есть, вы, идя к врачам, вы понимаете, что они вам не помогут, вы не можете этого не знать. Кстати, ваш парень, говоря, что лекарства вам не помогают, в общем-то, он прав. Он прав. Он прав. Вам действительно лекарства вам не помогут, вам... Ну, вы просто действительно, как бы, тратите время зря. Вот. Я понимаю, что мужчина вам это говорит не из большой любви к вам, но, тем не менее, он прав. Вот. Значит, это вот то, что касается первой проблемы. Что касается второй проблемы, то здесь у меня двоякое ощущение. Вот. То есть, с одной стороны, вы, как бы, видите, что мужчина вас не ценит, не уважает, да, и вами пренебрегают. Ну, потому что вы сами так себе относитесь, а с другой стороны, у вас есть ожидание, что вот он должен помогать мне купить лекарства, он должен отделять мне внимание и всякое такое. Вот. Как бы, вот данные претворительные нужно разрешить. Ещё один немаловажный момент заключается в том, что вы пишете, я, значит, боялась, что меня бросит и заставила его, там, подать заявление в ДАКС, да, купить кольцо и всякое такое. Вот как вы думаете, с чем связан страх, кто вас бросит? То есть, как он у вас появляется? Какие мысли приводят вас к этому? Что будет, если вас бросит? Вот страх быть брошенный, он родом из детства и его необходимо прорабатывать. Это, как вы понимаете, связано с детско-родительскими отношениями, соответственно, нужно заниматься именно детско-родительскими отношениями для того, чтобы вы как-то от этого страха освободились и, собственно, вели себя более свободно. Вот, значит, что ещё можно сказать, пожалуй, ну, можно обратить внимание на неестественность вашего поведения, на такую своего рода компенсаторную характеристику вашей линии поведения, то есть компенсаторную, это значит, что всё, что вы делаете, направлено на защиту, покрытие, восполнение чего-то, что, по вашему мнению, вы можете потерять. И ещё вот самое главное, конечно, то, что он и к себе, и, к сожалению, к мужчине, вот, которого вы, которому у вас есть чувства, вот, вы относитесь крайне-крайне материалистично, что, собственно, и определяет его отношение к вам. Соответственно, для того, чтобы мужчина начал вас уважать, вам нужно начать уважать себя, а это невозможно без принятия и культивирования любви и любви к себе, то есть личностного роста. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, а я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена самым лучшим образом.